Итак, друзья, день ближется к концу. В самом начале, сегодня утром, я публиковал фотографию с комментарием о том, что вы можете задавать свои вопросы, и я на них отвечу. Поэтому, раз я обещал, придется это сделать. Так, сначала я с Инстаграма почитаю, а потом ВКонтакте и Фейсбук. Вопрос первый. Денис, какие препараты для сушки ты считаешь наиболее безопасными? Какие цели по весу и результаты на него прошел? Препараты для сушки наиболее безопасные – это препараты, которые не запрещены законом. Ну, во-первых, это обычные БАДы, жиросжигатели аптечные. Я принимаю от спонсора термоспит от Олимп. В принципе, также могу порекомендовать какие-то, скажем так, блокаторы аппетита, которые продаются в аптеках. Можете просто подойти или просто в гугле набрать блокаторы аппетита и почитать про них. Какие цели по весу и результату на него прошел? Ну, вес я, наверное, сделаю 92 килограмма. Планирую так же, в принципе, как и на предыдущих своих соревнованиях. Ну, а результат, ну, скажем так, стремлюсь к первому месту, а там, как судьи, оценят. Делаешь ли ты читмилы и как? Читмилы я не делаю, потому что читмил подразумевает под собой потребление фастфуда, грубо говоря. Я делаю только углеводные загрузки. Углеводная загрузка у меня раз в неделю по воскресеньям, когда я не тренируюсь, полностью отдыхаю. И выглядит оно у меня следующим образом. Я беру килограмм риса, варю его и примерно 200 грамм чернослива туда. И в течение дня примерно на 10 порций я это разбиваю и в течение всего дня это ем. Может быть, один добавляю прием белковой пищи, если сильно захочется, а могу и не добавлять. Поэтому ем целый день одни углеводы. И с утра, на следующий день, в понедельник я реально такой наполненный, сочный, загруженный. Дэн, что из спортпита оставляешь и до какого дня? За сколько часов начинаешь загрузку? Схема слива воды. Ну, про спортпит я в самом начале показал, что я употребляю сейчас. Оставляю его до самого конца. Загрузку начинаю за два дня до соревнований. Первый день у меня длинные углеводы, второй день гружусь только сладким. Прямо могу сахарный сироп пить. Схема слива воды. Просто я в последние эти два дня, когда начинаю загрузку, убираю воду до 0,5 литра и пью вместе с ним канифрон или настойку канифрона. То есть это обычный аптечный препарат растительного происхождения, который чуть сильнее активизирует почки. Благодаря тому, что вы не пьете воду и почки начинают чуть сильнее работать, вода уходит. В принципе, этого вполне достаточно. Ну, максимум, если я вижу, что вода не сливается, какой-нибудь триампур, полтаблетки можно использовать. Сколько длится сушка и как правильно из нее выходить? Моя сушка длится 8 недель, она начинается плавно, начинают постепенно снижать углеводы. Ну, как постепенно, в принципе, дней за 10 снижают до 100 грамм. И вот в течение примерно 7-6,5 недель я держу 100 грамм углеводов. А как выходить из сушки? Ну, скажем так, все знают, как выходить постепенно и плавно повышать количество углеводов. Ну, не всегда это получается, потому что в первый день после соревнований просто тупо отъедаешься, а потом уже все, плывешь по течению. Ну, я стараюсь все-таки не злоупотреблять этим, но не всегда, если честно, получается. Так, дальше. Как определить, сколько калорий в день лично тебе нужно есть для оптимального сжигания жира без значительных потерь в мышечной массе? По себе знаю, что ощущение голода бывает обманчиво. Как с этим работаешь? Конкретной цифры нет, она для каждого своя, но можно от какой-то цифры начинать отталкиваться и потом манипулировать. Ну, рекомендую, скажем так, ваш вес умножить на цифру 30-32, получится примерно цифра количества калорий. Ее вы раскидываете по белкам, жирам углеводов, когда углеводов примерно 35-40%, 35-40% белки и 20% жиры. И плавно вы начинаете за счет углеводов снижать эту калорийность, доведя примерно до 25 ккал на килограмм веса, то есть этой цифры. И смотрите за вашей формой. Если видите, что начинает, вот умножили на 32 и сидите примерно неделю-две, видите, что вес уходит, значит, этого достаточно, используйте столько калорий. Потом, если вдруг вес начал тормозиться, чуть-чуть снижайте. Если же начинает сыпаться мышечная масса, то, значит, наоборот, добавьте количество белка, может быть, даже чуть-чуть углеводов. То есть нужно плавно манипулировать в течение каждой недели, менять это питание, потому что вначале оно может работать, потом оно замедлится. Но если вдруг мышечная масса сцепится, значит, соответственно, белок нужно повышать, но прежде всего, БЦА в спортивном питании, потому что оно лучше всего восстанавливает ваши мышцы. Также посмотреть за уровнем нагрузки, сколько вы ее выполняете. Иногда людям слишком много, большие нагрузки делают, поэтому организм не выдерживает, начинает мышечную массу сжигать. Употребляешь ли БЦА на сливе воды? Да, я БЦА либо аминокисоты в капсулах пью постоянно, потому что они лучше всего держат ваши мышцы от потерь. Как держать форму, если соревнования первого седьмого числа, потом двадцать первого, а потом двадцать восьмого? Ну, скажем так, я просто использую, вот как моя подводка к одному старту, я просто дальше ее начинаю так же самое и дублировать для следующих своих стартов. То есть загрузка, разгрузка, загрузка, разгрузка и, скажем так, перед соревнованиями за три-четыре дня я могу сделать там 50 грамм углеводов или вообще без углеводку, чтобы полностью убрать весь гликоген из мышцы с печени, чтобы потом загрузка произошла хорошо. Поэтому, если старты идут там подряд, либо с каким-то интервалом, просто вот как вы делали до этого, продолжайте делать и дальше. Только единственное, что если у вас старты идут каждую неделю, а вы используете диуретики, то диуретики исключать нельзя, их необходимо и дальше продолжать пить, иначе будет откат, и вас зальет, и вы не успеете опять слиться. Так, расскажи, пожалуйста, о тренинге на сушке. Ребят, как я говорил во время тренировки, я прикреплю ссылку под этим видео на свою страницу ВКонтакте. Там я выложу скан с журнала «Масклым фитнес», где я подробно с фотографиями писал и рассказал о своей тренировке именно на сушке. Почитайте внимательно, я думаю, у вас все вопросы отпадут. Расскажите, пожалуйста, о витаминах, какие лучшие группы В, рыбий жир и так далее. Ну, я на витамины особо упор не делаю, я просто пью комплексные витамины. Ну, если у меня недостаток в жире, да, с продуктом, я могу рыбий жир использовать, но обычно я использую его из натуральных продуктов, это авокадо и красная рыба. Денис, что скажете о фруктах и молочных углеводах на сушке? Надо ли считать молочные углеводы на сушке? Ну, безусловно, надо, потому что в молоке и в других молочных продуктах, таких как творог, ряженка и прочих, содержится сахар, его необходимо считать. Но на сушке я все-таки бы рекомендовал молочные продукты либо вообще убирать, либо использовать их по минимуму, какой-нибудь кефир, либо 0% творог. Но если вы выступающий спортсмен, то за 3-4 недели до старта нужно убирать молочку, потому что она действительно задерживает воду и сильно причем. Что скажете дистиллированной воды вообще о воде при подводке к соревнованиям? Ребят, я дистиллят не использую, потому что дистиллят – это мертвая вода. И вообще, что касается соли, я соль могу убрать только в день, вот в те два последних дня загрузки. Причем, скажем так, непосредственно перед стартом я могу, наоборот, как бы начать использовать соль перед пампингом, потому что он сразу попадает в кровь и ваши вены надуваются. Но не рекомендую вам полностью убирать соль на какой-то длительный период, либо дистиллят использовать. Нет, соль очень активную, скажем так, функцию выполняет в нашем организме, проводя нервные импульсы по нервам к вашим мышцам. Если вы убираете соль и убираете микроэлементы, то проблемы, спазмы вам просто гарантированы, не делайте этого. Расскажи о сушке без спортивного питания. Ребят, но без спортпита реально очень тяжело сушиться, потому что, скажем так, то количество BCAA, которое необходимо на сушке, его из обычной еды тяжело получить, это килограммы мяса надо съедать. Поэтому попытайтесь найти хоть какие-то деньги на самые хотя бы дешевые недорогие BCAA-шки, либо комплексные аминокислоты, чтобы их использовать, потому что они реально помогают сдерживать ваши мышцы от использования их в качестве источника энергии на сушке. Что ты делаешь с упражнениями и количественными повторениями? Ну, еще раз говорю, программа будет ниже под этим видео. Боюсь делать кардио из-за того, чтобы не потерять мышцы на сушке. Сколько делать кардио, чтобы не переборщить. Ну, ребят, тут такое тоже двоякое. Чем больше вы кардио делаете, тем лучше сжигает жир. Но, скажем так, если вы входите в зону фазы перетренированности, то организм начинает получать энергию из всех, скажем так, макронультриентов, белков, жиров, углеводов. То есть ваши мышцы расщепляют аминокислоты, использовать аминокислоты в процессе глюконеогенеза, то есть получения глюкозы из белка. Вот, поэтому не переборщите с кардио. Я рекомендую делать от 40 минут до 60. Если вот больше 60 минут делать, организм может использовать глюконеогенез, то есть ваши мышцы. Ну, еще раз говорю, 40 до 60 минут кардио и БЦА 10-15 грамм во время кардио. Это поможет вам. Ну, также элькарнитин может использовать. Где есть интересное узнать, пользуешься препаратами для вывода воды из организма в последнюю неделю, какими? Ну, я перепробовал разные схемы. Пробовал и фуросимид, но он меня сильно сливает, мышцы становятся плоскими. Единственное, что когда он мне помогает, это когда у меня соревнования за океаном, и я только прилетаю. Например, вот в Лос-Анджелесе я летал, 25 часов перелет занял. Вот, я прилетел весь опухший, потому что я улетал зимой, я прилетел там лето, перепады давления, температуры. У меня литра два вообще воды просто задержалась. Вот прилетел весь отекший. Тогда мне, безусловно, пришлось пить фуросимид, пару таблеток на ночь, чтобы у меня эта вода ушла. Если же у вас нет таких длительных переливентов, я не рекомендую либо вообще использовать диуретики, либо просто используйте крайне самые-самые легкие. Либо лучше всего используйте натуральные препараты, которые в аптеке продаются. Вот, канифрон, либо всякие настройки и сборы диуретических чаев. В принципе, начинайте пить за 3-4 дня до старта, и они реально помогут вам слить воду. Просто в последние два дня ограничите потребление соли и воды до половины литра. Вот, это вопросы были из Инстаграм. Сейчас я открою ВКонтакте, посмотрю, какие здесь были вопросы. Ты исключительно без углеводкой сушишься? Что скажешь о белково-углеводном чередовании? Какой из этих двух вариантов более действенный и почему? Ребят, без углеводкой я не сушусь. Хотя я знаю людей, которые могут и по 2 месяца на без углеводке сидеть, при этом и кардио делать, и тренироваться. Я пробовал что-то в районе без углеводки, но на мне это очень плохо отражается, и у меня прям мышцы сразу сыпаться начинаются, даже сколько бы я спортпита не использовал. Я вообще в зомби превращаюсь, мозг вообще полностью отказывается работать, я сам не свой. Поэтому ниже 50 грамм я не опускаюсь. Ну, обычно я ем 100 грамм углеводов, и то это в принципе достаточно мало на самом деле. Единственное, что когда уже перед соревнованием, я могу там до 50 опустить, вообще день без углеводки сделать, но это для того, чтобы потом хорошо загрузиться. Поэтому просто пробуйте, что вам. Я лично просто заметил, что если люди по природе эндоморфы, да, то есть полные изначально, то они могут и на без углеводке сушиться, просто в их организме достаточно ресурсов, чтобы организм этот жир там или что-то еще использовал в качестве источника энергии. Для людей изначально худощавое телосложение без углеводка, это, блин, это путь к тому, что к потере всей мышечной массы. Некоторые люди прилично сушатся и на 200 грамм углеводов, просто делают там 40 минут кардио, тренировку в день, и им это помогает. Что касается белково-углеводного чередования, я думаю, что в этом есть смысл. Я, в принципе, сам, как вы видели, его использую. Я разделяю белки и углеводы. Дело в том, что продукты, скажем так, точнее, в процессе переваривания белков и углеводов это разные среды, кислотная, щелочная. Их как бы лучше не объединять в один. Поэтому я сам чередую, но не могу сказать, что это 100% даст какой-то обалденный вам результат. Кто-то совмещает белки с углеводами, кто-то разделяет. Я лично разделяю. Ну, рекомендую вам тоже попробовать. Какой процент жира ты за время сушки убираешь, с какого по какой? Ну, я прям досконально не замерял. Примерно в межсезонье у меня 12-13% жира. А именно на старте, когда я сливаюсь, засушиваюсь, ну, наверное, в районе 5% доходит. Вот, ну, безусловно, 5% он не так долго держится. Реально, вот последний месяц на сушке в районе 7-8%. Ну, все 6 кубиков пресса с венами видно. Как самочувствие в последнюю неделю перед выходом на сцену? Как перенесется углеводная яма и используешь ли ты статодинамический тренинг во время своей подготовки? Самочувствие, если честно, не очень. Я могу сказать, что, ну, вы заметили, что я делаю очень много тренировок. Попробуйте по 3 тренировки в день делать. Самочувствие ни хрена не хорошее, если есть 100 грамм углеводов. Притом чисто на силе воли, пытаясь себя в руках держать и выполнять всю эту нагрузку. Ну, реально, если спрашивают спортсмена, то я могу сказать тяжело. Реально, себя чувствую не айс. Переносится углеводная яма тоже тяжело. Ну, она у меня всего лишь один день длится. То есть, один день я делаю без углеводку. Ну, я просто морально себя настраиваю, что сегодня без углеводка, заквторозагрузка. Поэтому, ну, как-то она переносится. Увеличиваю просто быца количество, чтобы мышцы не потерять. Статодинамический тренинг я иногда использую раз в неделю. То есть, раз в месяц я где-то делаю. Напоминаю, статодинамический тренинг направлен на тренинг медленных мышечных волокон. Те, которые участвуют, например, в беге на длинные дистанции. Да, они просто, скажем так, очень слабо поддаются нагрузке. Их количество в пропорции к быстрым волокнам гораздо меньше. Поэтому и тренировать их нужно реже. Я единственное, что тренирую, наверное, ноги в них в режиме, ну, вот, например, жим платформы лежа. Я делаю такое упражнение, как, например, три подхода делаю в обычном режиме, три повтора. Потом делаю три повтора в режиме 10 секунд опускаю, 10 секунд выжимаю три подхода. Потом опять три быстро, пять-три в медленном темпе, три быстро, три в медленном темпе. Это вот один такой длинный подход. Таких три-четыре подхода делаю. Это вот статодинамика. Поэтому раз в месяц я делаю ее. Как можно отказаться от сладкого, чем заменить, чтобы не хотелось? Помоги, жир заполонил. Ну, я вот отказался от сладкого давно, в принципе. Ну, в межсезонье, конечно, я могу его есть. Но сейчас вы его заметили, можете посмотреть, отмотать назад. Я использую такой препарат, как фитпарат. Это натуральный сахарозаменитель. Он слаще сахара, при этом полграмма углеводов на 100 грамм. На вкус такой же, как сахар. Поэтому все, что хочется сделать не сладким, я просто его туда добавляю и, соответственно, пью. И у меня все нормально себя чувствует. Расскажи о последней неделе. Я уже рассказал о финальной подводке. Посоветую что-нибудь для суставов и связок. Что сам используешь в подготовке? Ну, слава богу, у меня проблем не бывает с суставами и связками, потому что я количество жира не убираю в 0 или в 20 грамм. Как я говорил, 0,5-0,7 грамм жира на килограмм веса я использую. То есть, например, 50-60 грамм жира, который я из красной рыбы получаю из авокадо. Поэтому со связками и суставами у меня не было проблем. Если у вас есть проблемы, попробуйте коллаген пропить. Сейчас он продается в чистом виде. На вкус приятный. И я думаю, что он может вам помочь. Денчи. Как известно, при усиленных тренировках, особенно на сушке, страдает и снижается иммунитет. Как его поддержать? Если не затруднит, буду признателен за ответ. Действительно, скажем так, наш жир выполняет огромное количество функций. Более, по-моему, 15. Одна из функций – это то, что он является как орган, который поддерживает наш иммунитет в нашем организме. Поэтому при снижении жира, скажем так, приближении к минимальным отметкам, 5-7% иммунитет, который нам жир дает, практически полностью вырубается. Поэтому, безусловно, нужно какими-то другими способами себя поддерживать. Я именно поддерживаю витамином С. Как я говорил, что делаю курсами по 5 дней, по одной ампуле каждый день околю раз в 3 недели, раз в месяц. И, в принципе, это позволяет мне не болеть и чувствовать себя хорошо. Поэтому я вам тоже это рекомендую. Но именно не в шипучке, потому что он не так хорошо работает. В общем, только колить его. Как разнообразить еду на сушке? Вы видели продукты, которые я покупал. Основной, конечно, продукт – это всякие грудки куриные у меня и индюшачьи. Но я стараюсь и рыбу белую использовать, иногда говядину, крольчатину. Когда можно в начале сушки, всегда использую молочные продукты, творог, из него белок получаю. Использую разные виды протеинов. Поэтому вам, скажем так, советую не заморачиваться на каком-то одном продукте, потому что тяжело тогда сушку держать. Используешь ли ты жиросжигатели, следа какие? Стоит ли тем, кто не трогал фарму, принимать трибуловс на сушке? Вечная проблема с межжиров и углеводов. Конечно, ни в коем случае нельзя этого делать. Но вижу в видео, что по утрам многие пьют львное масло и съедают порцию сложных углеводов как так. Жиросжигатели я использую, как я сказал. Это обычные БАДы, то есть спортивное питание. Стоит ли трибуловс принимать? Безусловно, стоит. Тех, кто не использует фармакологию, потому что трибуловс позволяет вырабатывать больше собственного тестостерона. Тестостерон в том числе является природным жиросжигателем, а также поддерживает ваши мышцы. Поэтому, безусловно, стоит. Смесь жиров и углеводов. Тут нужно понимать, что жиры бывают разные. Нельзя смешивать трансгенные жиры со сладкими углеводами. То есть льняное масло – это омега-3, омега-6, полезные полиненасыщенные жиры. И каша – это длинные углеводы. Такие продукты можно смешивать. А, например, сахар с каким-то животным жиром, или, например, сладкая кола с гамбургером, где трансгенный жир и сахар, вот такие жиры с сахарами нельзя смешивать. В данном случае у вас пойдет все это в жир, и просто взрыв инсулина будет в крови. А если вы льняное масло просто с кашей используете, такого ничего не будет. Поэтому это чуть-чуть разное, вы не путайте. Денис, почему загружаешься именно черносливом? В чем фишка? Ну, черносливом с рисом я загружаюсь. Дело в том, что в черносливе очень много калия. Калий, он антагонист натрия, то есть позволяет выводить натрий из организма, соответственно, меньше натрия и соль из него выходит. Поэтому я использую чернослив. Ну, в принципе, все вопросы, которые вы мне задали, я на них ответил. Спасибо, что мне написали. Так, ну все. Так, здесь все. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...